В России уже более двух месяцев продолжается активная фаза по отлову коррупционеров. Мы рассказываем о самых вопиющих случаях преступлений чиновников. На этой неделе силовики возбудили уголовное дело в отношении руководителей оборонного предприятия АО «Звезда Стрела», которые занимались воровством бюджетных денег при выполнении важнейшего государственного оборонного заказа. Оборотни наплевали на жизни наших солдат, и уже доказаны хищения на десятки миллионов рублей. Также стало известно, что фигурантом дела является высокопоставленный руководитель военного представительства Министерства обороны Российской Федерации. В ближайшее время к этому уголовному делу добавятся новые фигуранты. Также новости пришли из Росприроднадзора, где на взятки поймали экс-начальника Росприроднадзора по ПФО Олега Кручинина. По версии следствия, он получил более 10 миллионов рублей, когда занимал руководящие должности в Росприроднадзоре и работал в Нижегородской области. Деньги коррупционер Кручинин получал за общие покровительства при осуществлении надзора за работой компании, занимающейся твердыми бытовыми отходами. Также стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы приговорил в особом порядке к четырем годам условно бывшего советника руководителя ФСО Михаила Серова. Он признан виновным в хищении бюджетных средств для спецслужбы. Нанесенный государству ущерб составил 49,5 миллионов рублей. Помимо осужденного Серова, фигурантами расследования являются двое экс-сотрудников ФСО и двое коммерсантов, дела в отношении которых судом пока не рассмотрены. Также ФСБ удалось раскрыть коррупционную схему в Саратовском УФНС. Антикоррупционную операцию в управлении Федеральной налоговой службы по Саратовской области провели сотрудники регионального УФСБ. По предварительной информации, должностные лица УФНС занимались продажей данных о налогоплательщиках. Задержаны высокопоставленные сотрудники ведомства. Наша редакция благодарна всем тем, кто искренне и без доли алчного сомнения исполняет свой долг службы на благо нашего общества. Тем, кто продолжает укреплять, очищать и совершенствовать систему государственной власти от тех, кто давно уже забыл основные законы не только государства, но и человеческого существования.